На повестке дня ученого Совета Технического Университета выделение факультетов архитектурного института в самостоятельные подразделения СамГТУ. В прошлом году после объединения Технический Университет получил статус опорного вуза. В стране таких всего 11. Они ориентированы на решение задач региональных экономик и подготовку квалифицированных кадров. По мнению ректора Дмитрия Быкова, изменения в структуре вуза необходимы и пойдут только на пользу. Факультеты станут более самостоятельными. У каждого появится свой ученый совет. Участники Совета сразу интересуются, как в случае объединения оформлять документы. Ничего не меняется. Вы и сейчас не самостоятельный архитектурно-строительный институт. Вы структурное подразделение. Факультет ваш остается. Работайте, пожалуйста. Все документы будут выданы. Также в отдельные подразделения предлагается выделить межвузовскую кафедру и архитектурный лицей, а также реорганизовать редакционно-издательский отдел. Нам нужны единые технологии работы по всем нашим внутренним процессам. Сейчас мы объединим все, что лучшее имеется в архитектурно-строительном институте, в частности в РИО. Мы это все возьмем на вооружение и выстроим единый процесс. Для этого мы все и делаем. Что касается руководящего состава архитектурно-строительного института, проректору уже выдано уведомление о сокращении, с чем он категорически не согласен. Были заверения объединяться только как партнеры, только на паритетных началах. А теперь давайте разгромим все это и сделаем это с нарушением законодательства. Зачем объявлять сокращение штатов? Мы так и решим. Предложим на более низкую должность. Это нарушение трудового кодекса. Михаил Иванович, он жалуется в организации, в контролирующие органы. Там жалобы рассматриваются. И я думаю, что контролирующие органы, они соответствующим образом... Если мы что-то нарушили, нас поправят. Решение принято. Члены ученого совета проголосовали за изменения. Строительный институт перестанет существовать через три месяца. Ректор подчеркнул, что кроме дирекции архитектурно-строительного института сокращений не будет. В этом году САМГТУ ждет аккредитация, от результатов которой зависит будущее опорного вуза. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.